Медиагруппа «Авангард» представляет Сегодня поговорим о быстрых платежах Попробуем немножечко друг другу позадавать вопросы Что это такое все-таки с точки зрения безопасности Или это какие-то иллюзии Итак, тема сегодняшней нашей сессии Это быстрые платежи, безопасность или иллюзия Что мы сегодня постараемся с вами обсудить Конечно, система быстрых платежей, как я и сказала Это действительно было событие прошлого года Тогда, когда мы в кратчайшие сроки запустили данную систему Решение было принято совместно с бизнесом Мы, конечно, в большей степени, как регулятор, содействовали этому проекту Потому что мы были одни из самых заинтересованных представителей при запуске системы Потому что решается сразу несколько вопросов Конечно, в первую очередь это повышение финансовой доступности Все мы прекрасно знаем, что есть у нас и удаленные регионы И там, где требуется нашим гражданам быстро совершать самые простые банковские услуги Такие, как переводы Не всегда есть возможность в пределах какой-то шаговой доступности делать эти операции Поэтому, конечно, одна из ключевых задач – это расширение финансовой доступности Безусловно, еще одна из задач – это поддержание конкуренции на финансовом рынке Мы знаем, что есть в этом направлении вопросы Они требуют решения И, конечно, равноудаленный доступ для всех участников – это важное решение этой задачи Снижение стоимости платежных услуг Вы, наверняка, являясь сами клиентами банков Видите, какой разброс цен на обычные простые операции предлагают наши банки И, в общем-то, дискуссии, которые неоднократно разворачивались вокруг этой темы Говорят о том, что есть у населения спрос на снижение этой стоимости Потому что, конечно, ненормально, когда межбанковский перевод стоит полтора-два И мы знаем, что прецеденты и выше процента от стоимости перевода Ну и, конечно, оптимизация издержек для бизнеса, для его участников Это тоже одна из задач, которая была призвана для решения при построении системы быстрых платежей Потому что тот диалог, та дискуссия, которая у нас уже многие годы длится на рынке По поводу стоимости эквайринговых услуг, конечно, говорит о том, что и у бизнеса есть запрос на оптимизацию своих издержек На сегодня у нас к системе подключено уже 42 банка Напомню, что мы стартовали в начале 2018 года с 11 банками Поэтому, конечно, уже в три раза, фактически, в четыре раза это количество увеличилось Более 160 банков уже подали заявки на подключение и проходят необходимые мероприятия у себя К настоящему времени у нас в системе успешно функционирует 10 из 11 систем назначимых банков Мы эту цифру очень внимательно отслеживаем Потому что напомню, что в соответствии с законодательством, в соответствии с нормативной базой регулятора Центрального банка Обязанность по подключению банков к системе у нас была установлена для систем назначимых банков Это 1 октября 2019 года Банки с универсальной банковской лицензией, которые являются одновременно участниками платежной системы МИР или НСПК Должны подключиться до 1 октября этого года, 2020 Сегодня в системе у нас доступны переводы между физическими лицами, так называемые C-to-C переводы Активно внедряются операции по оплате физическими лицами за товары, работы и услуги Это C-to-B операции У нас в конце прошлого года была реализована также функциональная возможность возврата средств за покупки Возвращенные в тех случаях, когда это законодательством предусмотрено Оплатить покупки можно сегодня в ряде магазинов Идет тестирование, пилотирование этой функциональности В том числе и в интернет-магазинах Крупнейшие сетевые игроки очень активно поддержали нас в этом развитии И предлагают своим клиентам наряду с другими способами оплаты И возможность оплатить через систему быстрых платежей Безопасность, конечно, таких платежей у нас обеспечивается как на стороне Банка России и НСПК Так и на стороне банков-участников Это, наверное, одна из самых важнейших Одна из краеугольных тем, которые мы ставили при проектировании системы Построение и дальнейшее развитие правильной всеобъемлющей системы фрутмониторинга на всех уровнях Это обеспечение доверия граждан, доверия пользователей наших Которые работают и будут работать в этой системе Это крайне важно Объемы операций мы видим, что тоже растут очень динамично У нас с момента запуска мы ежемесячный прирост видим в среднем до 25% в месяц И вот буквально свежие цифры о том, что в системе совершено более 9 миллионов операций Это количество на общую сумму почти 80 миллиардов рублей То есть, в общем, это очень значительные цифры И это является ярким свидетельством высокого интереса и доверия все-таки клиентов к данному сервису Поэтому, в первую очередь, конечно, было бы нам полезно, я считаю, поговорить с нашими коллегами О тех требованиях, которые предъявляются и к операционному платежному клиринговому центру системы И ко всем участникам СБП по безопасности Как эти требования реализованы в рамках операционного взаимодействия с банками Есть ли какие-то вещи, на которые следует обратить особое внимание Поэтому я свой первый вопрос адресую, наверное, одновременно и к Артему Сычеву Безопасность центрального банка и к Артему Гутнику Безопасность НСПК Как у нас обеспечивается безопасность переводов в системе Какие требования у нас к участникам и к операционному центру И какими способами обеспечивается эта безопасность И с точки зрения криптографии и на уровне сети, и на прикладном уровне Давайте на эту тему немножечко поговорим Я думаю, что участникам и представителям банков это будет интересно На чем следует сосредоточиться Отвечая на вопрос, я бы начал с момента Что система быстрых платежей для платежного пространства Российской Федерации И иных субъектов, собственно, не только Российской Федерации Но и других юрисдикций Она уникальна тем, что в ней реализованы прежде всего Все криптографические процедуры Все подписания сообщений Идентификация с использованием исключительно отечественных средств криптографической защиты Задача была крайне непростая Задача фактически решалась так, как ее нигде фактически в мире не решали И для нас это показатель Это один из факторов того, что те риски, обычные риски Которые характерны для иных платежных систем Здесь они уже не так сильно играют То есть понятно, что кто-то может атаковать криптографические алгоритмы Но мы с вами, как профессионалы, понимаем, что никто этим заниматься не будет Потому что вычислительных мощностей для этого просто не хватит Да, мы, когда мы стартовали, мы прекрасно понимали, что быстро заставить все кредитные организации у себя что-то реализовать Исключительно на отечественных алгоритмах будет невозможно Поэтому решение было очень непростое Но мы фактически раздали всем участникам платежной системы То средство, которое сами используем в центральном банке Это янтарь И дальше пошла уже работа по устраиванию непосредственно янтаря И автоматизированные системы банков И непосредственно в НСПК Вот эта работа, она показала Я вам скажу очень интересную вещь Мы всегда много говорим про неудобства работы с отечественной криптографией Но когда столкнулись с тем, что надо делать Оказалось, что те, кто говорят про это неудобство, никогда с ней не работали А те, кто с ней работал, с этой замечательной криптографией Как-то очень быстро с этим справились И вопросов про неудобства у них как-то не возникало Вот это очень интересный такой кейс Который показывает, что, наверное, прежде чем что-то говорить Что это неудобно и безопасно с ней правильно работать Может с ней как-то лучше поработать И убедиться в том, что все сделано на самом деле Второй момент Я думаю, что Артем это немножко подробнее расскажет Но он тоже является принципиальным Система уникальна в том плане, что она создавалась сразу С учетом различных вариантов антифрода Да, мы сервис этот запускали, наверное, чуть-чуть задерживая После основного сервиса И это тоже понятно Нам нужно было, чтобы запустился основной И дальше мы уже отрабатывали антифрод систему Но вот эта разница по времени была настолько минимальна Что даже первые участники, собственно, проекта Этого фактически не заметили Система антифрода Она строится по иерархической схеме Есть вещи, которые обязаны делать кредитные организации И на этапе старта и начала работы Мы очень хорошо увидели, кто действительно занимается антифродом А кто, мягко говоря, на это глаза закрыл Считая, что НСПК, собственно, сами все сделают Если бы у нас, точнее, у НСПК Не было бы системы антифрода И системы мониторинга этих действий Поверьте, мы бы очень быстро с вами получили Довольно много фродовых событий Но вот я сейчас попрошу поставить У меня есть там один слайдик Чтобы не быть голословным По количеству операций цифра немножко старая Мы просто месяц назад это делали За этот месяц у нас количество операций увеличилось Но остальные цифры совершенно верные В чем нас обвиняли? Нас обвиняли в том, что в системе быстрых платежей Будет перебор номеров Сервис контроля перебора номеров Работает с самого начала Двухступенчатый Банк и НСПК Вот цифра того количества телефонных номеров Которые, собственно, блокированы По результатам попытки перебора Большое количество? Да Но если понимать, что за этим стоит еще и блок антифрода На стороне банков То вы поймете, что даже по вот такому По такой позиции, по которой у нас говорили Что вы это не предусмотрели Нет, мы защищены Второй момент Нас обвиняли в том, что мы готовы к тому Что через нас, через СПП будут выводить деньги И начнет работать реальный фрод И здесь тоже нет Сервис работает достаточно хорошо Он тоже двухступенчатый Если вы посмотрите, каков процент Собственно, фродовых операций Которые доходят до самого НСПК И им блокируются То вы поймете, что на общем масштабе Это фактически ничего То есть фродо Мы можем честно говорить о том Что уровень фродо в СБП Фактически близится к нулю Не потому, что его нет Или система не интересна злоумышленникам А потому, что на этапе старта Мы постарались предусмотреть основные позиции Говорит ли это о том, что мы будем всегда в безопасности Нет Это точно не говорит о том, что мы должны вот здесь успокоиться И почивать на лаврах Я уже говорил, что мы сервис антифрода стартовали чуть-чуть попозже И запускали его фактически в оффлайновом режиме Но на сегодняшний момент он уже работает фактически автоматом Это раз И есть довольно серьезные планы По развитию этого самого антифрода Одна из новаций В чем опять же нас обвиняли В том, что когда операции проходят Инхаусно в каждом банке Банк прекрасно видит получателя платежа Отправителя платежа Все о нем знает Выстраивает свой риск правила И дальше принимает решение СБП построено так, что банк отправителя Не знает, кто на том конце И не может принять правильное антифрод решение Не может правильно выставить риск бал Да, проблема нам понятна Поэтому изначально в полях сообщений, которые летают в СБП Предусмотрено поле для того, чтобы туда включать вот этот самый риск бал И в ближайшее время этот сервис у нас будет запущен И здесь мы тоже идем в ногу со временем И в ногу с развитием сервиса И я думаю, что в ближайшее время этот сервис запустится Остальное сейчас Артем расскажет Коллеги, доброе утро Продолжение слов моих коллег Безусловно, к системе быстрых платежей Как к системе национального масштаба Накладываются максимальные требования безопасности Для того, чтобы их выполнять Мы, в свою очередь, используем самые современные Актуальные международные практики По обеспечению информационной безопасности Ну и также благодаря профессионализму команды Безусловно, безопасность в системе быстрых платежей Была заложена на всех возможных уровнях То есть на сетевом уровне На прикладном уровне На системном Для нас важно в полной мере Эти требования было реализовать Так, например, на транспортном уровне Используется ТЛС На прикладном уровне мы используем шифрование И цифровую подпись Ну, в принципе, вы и так об этом знаете Безусловно, нам важно постоянно следить Что происходит в мире Отбирать самые лучшие практики И использовать их у себя В принципе, что мы и делаем Также в рамках обеспечения киберустойчивости Нам очень важно выдерживать некий баланс Соответственно, для того, чтобы эти практики применять У нас есть Security Operational Center Который работает 7 на 24 Там 365 дней в году В этом году 366 Соответственно, мы занимаемся Threat Intelligence То есть мы смотрим, что происходит в мире Мы следим за новыми векторами атак И умеем с ними бороться Также Мы используем самые современные практики Такие как Red Team Для того, чтобы мы знали, что наша команда самая лучшая Безусловно, мы этому уделяем очень большое внимание Но также для нас очень важно удобство пользования Соответственно, мы запустили сервис Криптомир СБП С помощью которого сейчас участники могут автоматически выпускать сертификаты То есть это невероятно ускоряет процесс подключения к системе быстрых платежей И в принципе очень хорошо сокращает операционные расходы и издержки Продолжение слов Артема Михайловича Он максимально полно рассказал про систему антифрода Которая используется в системе быстрых платежей Да, она была спроектирована и заложена в СБП С момента того, как идея СБП в принципе возникла На текущий момент система работает в режиме реального времени То есть Артем Михайлович привел хорошую статистику по этому поводу Да, и безусловно, мы опять же следим, что происходит в мире Мы смотрим лучшие практики и всегда их используем мы себе Спасибо большое Можно еще один момент как раз вспомнить? Знаете, Центральный банк всегда обвиняет в том, что он как это сумасшедший принтер Выпускает огромное количество нормативки и всяких там стандартов Ну заняться нам больше нечем Ну как бы, что-то делать, только писать Так вот, вот ситуация с СБП Это один из уникальных моментов, когда Центральный банк вместе с НСПК попытался реализовать то, что написано в стандарте по безопасной разработке И не скажу, что мы все там сделали Там есть еще реально над чем работать Но основные моменты там действительно есть Есть бригада, вот Артем говорил там про Red Team Есть бригада, которая фактически все продукты и все исправления, которые выходят не только по линии СБП, но и по линии карты МИР Внимательно тестируют на наличие, собственно, в программном коде проблем И не только, собственно, с программистской точки зрения И скорее не столько с программистской точки зрения, сколько на предмет безопасности Спасибо большое Ну, наверное, самый главный момент, который я хотела бы подчеркнуть из того, что мои коллеги рассказали Что действительно и Центральный банк и НСПК являются таким же участником в системе антифрод-мониторинга Просто параллельно еще здесь вопросы приходят Когда будет в рамках системы платежей централизованный, видимо, антифрод Насколько я понимаю, здесь как раз важно вот этот двухступенчатый уровень обеспечить Где и НСПК, и Центральный банк являются тем самым центральным звеном А учитывая, что клиент находится на уровне банков, участников То исключить банки из этого процесса невозможно и нецелесообразно Это, собственно, только понизит уровень безопасности И здесь вот важно именно на всех зонах, на всех уровнях обеспечивать вот этот полноценный антифрод-мониторинг И в рамках обмена информацией и единой вот этой системы обеспечивать нашу вот эту защищенность И вот что коллеги тоже подчеркнули, банки являются, ну, в общем-то, первым вот этим уровнем И, наверное, тогда я хотела бы как раз коллегам из банков, которые у нас участвуют в нашем сегодняшнем разговоре Задать этот вопрос, потому что действительно очень важно, как банки выстраивают вот этот уровень защиты Уровень антифрод-мониторинга с тем, чтобы обеспечить безопасность операции клиентов Поэтому мой следующий вопрос к Вячеславу и к Виталию Скажите, пожалуйста, при решении вопросов безопасности, скажем так, какие ключевые вопросы Ну, помимо общечеловеческих и соответствия стандартам и требованиям, которые мы как регуляторы устанавливали И сами, кстати говоря, выполняем, что вот очень важно, что Артем подчеркнул Что самым сложным и самым важным является, и, может быть, приведите тогда какие-то конкретные примеры Вот из годичной фактически практики работы в системе, которые позволили убедиться о том, что это правильно Именно на этом надо сосредоточиться И, может быть, для тех банков, которые сейчас в процессе построения этой системы, в процессе подключения На что следует обратить особое внимание Давайте я начну Доброе утро Во-первых, что хочу заметить Проект по реализации СБП был достаточно приятным проектом И команда МКБ, она работала в таком очень комфортном режиме И те сроки, которые мы пообещали коллегам из Банка России выполнить, мы выполнили За что отдельное спасибо большое коллегам из НСПК, в свою очередь, которые всячески нам содействовали Я немножечко, наверное, с другой позиции сейчас начну говорить, но в итоге на ваш вопрос все равно отвечу Я про такие, про риски, которые не очень очевидны То есть, если мы говорим про саму систему платежную, то она хорошая Она действительно очень хорошая В том плане, что есть онлайн взаимодействие, есть подписи для тех сообщений, которыми мы обмениваемся с коллегами И как бы этого, по идее, всего хватает для того, чтобы сами платежи были безопасными Есть небольшие сложности, но сложности, они как бы очевидны, понятны И, естественно, если бы на них коллеги из Банка России осознанно не пошли бы То внедрение подобной системы, оно заняло бы там десятилетия, наверное Ну, потому что это сопряжено было бы с тем, что нужно поменять вообще какие-то культурные слои у населения И внедрить какие-то новые идентификаторы для людей, отличные от номеров телефонов Но, как Артем Михайлович уже замечал, есть небольшая история, связанная с тем, что можно пытаться делать какие-то переборы номеров телефонов через систему И здесь очень важным является тот момент, что корректные работы должны выполняться обеими сторонами То есть и НСПК с помощью их, антифрода, и банками с помощью тех настроек, которые они реализуют Здесь еще один special thanks для Александра Шумицкого из НСПК и Димы Колесникова С которыми мы прям так очень плотненько проработали А каким образом можно сделать так, чтобы и функционал СБП целиком и полностью работал И при этом была снижена вероятность того, что, допустим, наших клиентов будут перебирать В итоге получилась достаточно красивая схема с ограничениями, которые можно делать И коллеги нам это подтвердили, что это нормально и вопросов у регулятора никаких не вызовет Ну и, соответственно, получилась достаточно приятная, красивая, на мой взгляд, реализация Собственно, об этом я сейчас и говорю То есть у НСПК есть сервис, который помогает от массовых запросов И это, естественно, платежная система, она умеет работать на больших потоках Но при этом у платежной системы меньше знаний про отдельно взятого клиента И поэтому банки со своей стороны тоже должны адекватно всю эту историю обрабатывать И чем больше сознательности, скажем так, будет среди тех банков, которые участвуют в системе Тем безопаснее это в конечном счете будет для клиентов Единственное, что дополнительно хочу сказать, что, наверное, очень правильно выстраивать взаимодействие с коллегами из НСПК Почему? Потому что если происходит подозрение на какой-то инцидент То в рамках быстрого взаимодействия с ними подозрения рассеиваются или подтверждаются И уже можно как бы работать дальше Вот, а теперь, собственно говоря, почему это безопасно и что сделали мы Для того, чтобы на нашей стороне вот эти вот хорошие, добропорядочные партнерские отношения тоже были поддержаны И система в целом была безопасна Есть там стандартные требования Банка России Давайте поставим антивирус, давайте выполним то, что указано в формуляре на тот же янтарь Не повторяйте нашу ошибку Мы изначально развернулись на 2016 сервере, это плохая идея Пришлось переделывать на Windows сервер 2012, много времени сэкономите Мы сделали достаточно типовые вещи, которые мы в принципе делаем для своих платежных приложений, для своих платежных систем Это, само собой, мониторинг за тем, что же там вообще в принципе такое происходит Это, естественно, двухфакторная аутентификация для администраторов и привилегированных пользователей Здесь каждый сам может воспринимать по-разному Поэтому у нас просто как бы политика такова, что НСПК, несмотря на то, что это доверенная и хорошая организация Но для нас это внешняя сеть Поэтому у нас, по сути, наш кусочек сервиса СБП представляет собой веб-публикацию Естественно, мы ее защищаем вафом В момент, когда мы ее реализовывали, мои пентестеры, они смотрели на то, как это реализовано И насколько это безопасно, и не возникает ли каких-то угроз для нас Такие санитарные меры, которые мы выполняем при любом внешнем взаимодействии Вне зависимости от того, с кем мы, собственно, имеем дело Естественно, опять же, мы говорим про платежную систему Поэтому для нас крайне важным становится целостность той среды, в которой она работает Ну и последний кусочек – это антифрод, который нужен Потому что, знаете, как на кого-нибудь надеетесь, на НСПК, например, а сами не плашайте Почему? Ну, опять же, потому что такова природа То есть коллеги из НСПК, они могут смотреть на поток платежей Но они не могут знать каких-то деталек про отдельно взятых клиентов, про их платежные профили Потому что клиент может разными способами совершать платежи И не все там просто будет видно, а точно будет при этом видно банку Вот, поэтому я, наверное, здесь закончу Еще раз, в целом мне этот проект прям понравился Потому что действительно хорошо поработали СБП – система безопасная Вещи, про которые я сказал, очень рекомендую учитывать Вот, спасибо Нам очень повезло с тем, что мы, наверное, в 2017 году начали заниматься таким направлением, как OpenAPI И уже создали инфраструктуру, позволяющую очень хорошо работать вообще с внешними системами Через единый шлюз, через API, КБМовский И создавая свой собственный процессинг, который был с нуля практически написан для этой системы Мы построили такую промышленную систему, которая позволила там криптомодуль вынасти из API Основной процессинг поместить в зону банка, защитив полностью тем самым от любых внешних атак И создали, подключили всю эту историю к нашему фронт-мониторингу То есть перед тем, как создается платеж, всегда проверяет внешний фронт наш фронт-мониторинг ДБОшный проверяет возможности фрода при совершении этой операции То есть тут такая четверная защита НСПК, ЦБ, наш фронт И еще и в этом участвует шина API, которая тоже там настроена определенными правилами Это абсолютная такая безопасность за этот год, что прошла история Я не знаю ни этого инцидента в нашей банке и вообще в нашей банковской группе Которая бы говорила о какой-то фродовой операции Кроме того, это можно сказать так, что это не просто там C2C Это фактически уже C2B, промышленный C2B Когда мы вынесем свои решения уже далеко за уровень банка Если вы читали вчерашние новости, это уже QR-коды на заправках Где люди заправляются бензином через систему быстрых платежей И это уже выход на такие промышленные масштабы Когда мы гарантируем и полностью защищаем свою систему, уверены в ее стойкости Ну, наверное, про крипту и про все остальное очень хорошо все рассказали Но мы как бы со своей стороны в банке тоже не спали И гарантировали своим клиентам абсолютную защиту Кроме того, история про переборы Мы сделали такую интересную функцию для своих клиентов Он в системе ДПО может легкие движения руки, сдвинув шилдик Сделать так, что его никто больше не видит То есть перебрать его невозможно Если он ждет какой-то платеж по СБП Он также быстренько его перемещает И он снова виден в всей системе И клиент спокойно получает деньги То есть эта система абсолютно дала возможность клиенту управлять своей видимостью в системе Мы когда это начинали, там была система согласия Мы подумали, а почему бы эту систему согласия не превратить в систему забвения И так он на это работает Ну, система для меня уникальная система Я с 2017 года начал заниматься Я не знаю, я просто восхищен ей Как и Дима Колесников, провели каждый перевод Я просто восхищаюсь, получаю огромное удовольствие Я думаю, что наши все клиенты сейчас себя чувствуют защищенные И видят, каким скоростью ходят деньги В этом году я специально совершил Новый год 0-0, 0-1 минута перевода с одного банка в другой Проверив, что все работает, без всяких проблем Никто нас не обманул И Центральный банк по-прежнему осуществляет все операции Спасибо Коллеги, если вы думаете, что после этих двух выступлений Центральный банк не придет туда с проверками Вы глубоко ошибаетесь Можно просто две интересных истории Как мы отрабатывали антифрод На этапе старта был один из таких хороших, больших банков Который уверял, что у него все с антифродом очень классно Никаких переборов нет Стартовали, обороты набираются Смотрим, от них идут переборы Система это видит Мы, соответственно, с банком начинаем работать Ребят, что у вас там? И тут выяснилось, что у них внутри, оказывается, за разные виды фрод Отвечают совершенно разные подразделения И внутри нет координации То есть даже уже на таких вещах Мы смогли им немножко помочь у себя внутри Выстроить такую координацию определенную И второй момент Здесь уже был сказан про переход от C2C к C2B Для нас это тоже был очень большой вызов Поскольку нужно было сразу предусмотреть, соответственно, фродовые правила И так Начали разговаривать с рынком Говорим, ребят, скажите, чем будет отличаться? Что нам еще надо делать? Первая реакция была Да, это вот невозможно Мы вообще там не сможем работать Это страшный фрод будет Давай, хорошо Обстоятельно Как, что, почему, какие проблемы, где, чего, так Обсуждение в результате почти двух месяцев Привело к тому, что все сказали А нам еще добавить нечего У нас, оказывается, все есть Вот кроме того, что нам скорбал Хотелось бы получить Все, все остальное есть Но наблюдаем за ситуацией Посмотрим, что будет Спасибо Это действительно еще один важный аспект Что по мере того, как система накапливает данные По мере того, как она обогащается опытом всех его участников Потому что каждый видит профиль своего клиента Видит особенности Видит какие-то ситуации, которые появляются в этой области на рынке И система вот дорабатывается, дорабатывается, дорабатывается И тем она и цена Почему и важно, чтобы на всех уровнях все участники в ней Принимали участие и дополняли ее с точки зрения безопасности Тем выше в целом обеспечивается безопасность системы Конечно, подключение банков и их участие в этом процессе с точки зрения безопасности Конечно, в фокусе нашего внимания И мы и дальше продолжим работу по этому направлению Но также важным является и расширение точек приема оплаты И у нас есть еще один уровень участия Это торгово-сервисные предприятия Которые являются, ну, фактически получателями платежей этих Очень важную, наверное, роль здесь играть будут И начинают играть те игроки Которые обеспечивают услуги, да, вот сторонних провайдеров по подключению Потому что такая модель, она с одной стороны предоставляет Ну, участникам, скажем так, дополнительные возможности Облегчает этот вот процесс С другой стороны мы видим, что доступ третьей стороны К данным пользователей, возможно, возникает И вопросы обеспечения безопасности здесь И защита персональных данных тоже должны быть в фокусе внимания Должны обеспечиваться У нас одним из таких активных участников Из активных провайдеров, которые предоставляют тут услуги третьей стороны Выступает компания Юнитейлер Поэтому мне хотелось бы свой вопрос адресовать Вадиму Янборисову У вас, ну, большой опыт Вообще, в принципе, вот Оказание услуг провайдерских По различным видам бизнеса И вот в системе быстрых платежей Вы тоже одними из первых Стали участникам рынка предоставлять эти услуги Скажите, вот Расскажите немножечко о том, да Вот что вы делаете с точки зрения безопасности И вот такой сервис, который оказывает ваша компания Это повышает угрозы безопасности Одновременно с предоставлением вот тех дополнительных возможностей И вообще, насколько такая модель позволяет Обеспечить вот участникам те требования Которые к безопасности, к системе предъявляются Спасибо за вопрос Добрый день, коллеги Вся история третьей стороны Третьстороннего процессинга в проекте СБП Началась именно с тех же самых вопросов О том, что Ой, а если мы вас привлечем Вы нам поможете подключиться А вы что-то сделаете А это вообще легально А это вообще безопасно А что мы сможем, что не сможем У нас были совещания в Центробанке с коллегами И возникал вопрос Все хорошо, технически это вы все сделаете Замечательно Но у вас нет нормативного регулирования То есть ситуация, когда третья сторона обеспечивает Всем нужен результат Всем нужно подключиться к СБП Пройти этот процесс Технических решений на рынке нет Система новая Банк в основном это операционная все-таки компания А не вендор, не разработчик, не интегратор Соответственно здесь технологический партнер нужен Но как его прописать Кто он такой И вот за этот период За год, можно сказать, 19-й Был преодолен этот барьер Вышли изменения в 161-й федеральный закон А теперь как бы мы находимся В четко регулируемой зоне Центробанка Мы как поступать можем в разных статусах Либо как платежный агрегатор Когда участвуем в расчетах Либо как процессинговый центр Как оператор услуг информобмена Или как поставщик платежного приложения В части обеспечения интеграции банка Подключение к системам Также стоит туда обратить внимание Что есть два уровня подключения И вот это жутко всем нравится Разделение отдельно информационного протокола И отдельно расчетного протокола И у кого остаются сомнения Типа, ну все равно я все услышал, все хорошо Но я сомневаюсь, как бы хочу вот свое иметь у себя И так далее Мы говорим, да не проблема Смотрите расчетную часть оставляете у себя И вообще никакие риски третьей стороны Не возникают у вас в принципе Но когда вы это оставляете у себя Все равно же вы поднимаете Какого-то разработчика, вендора и так далее Так какая разница То есть и там не выписали, и тут не выписали Вопрос о том, что находится это не в вашем кабинете В любом случае То есть это находится в каком-то дата-центре И в любом случае там есть люди Которые включают туда свет, охраняют и так далее Поэтому вопрос привлечения третьей стороны Сейчас в рамках системы быстрых платежей решен Он решен в части нормативного регулирования И в части решен технологического В НСПК выпустило бюллетени И таким образом мы имеем четкий статус И позволяет банку, НСПК Видеть четко, когда есть операции Инициированные с нашей стороны Как привлеченные процессинговой компанией И собственным, например, решением банка Потому что тут есть даже вот такие кейсы Когда мы как третья сторона Одновременно используем свое решение И у банка еще есть еще одно инхаус решение Кажется, зачем это нужно В этом только одни как бы бизнес-предпосылки Чтобы это получилось В системе быстрых платежей В C2B есть такое Невозможно обойти это ограничение Банк может предложить эквариинговые услуги клиентам Только тем, у кого есть расчетный счет В этой организации И возникает ситуация Что у банков есть их сеть клиентская Которая подключена для приема банковских карт А им же предложить подключиться к СБП Не получается Обычная практика 80% клиентов по эквариингу Не имеют расчетные счета В этом же самом банке Это одна история И вторая история Что есть еще 54-й федеральный закон И онлайн-кассы И есть еще банковские карты И СБП это все хорошо Но точке нужно не только это Точке нужно и СБП, и карты, и онлайн-кассу И отчетность, и личный кабинет И так далее И в этом моменте мы как технологический партнер Как правильно заметили по многим вещам Мы собственно умудряемся делать это именно пакетно И закрывать для банка все вопросы А не только один кусок по системе быстрых платежей Так что вот в целом Есть для этого и технологические возможности И бизнесовые, и юридические Теперь это все корректно и оправдано Спасибо Комментарий Есть все-таки банки IT-компаний И банки не IT-компаний Вот СКБанк это банк IT-компаний Который, представляете, тоже стал освободим Полностью под ключ И дело кассы, вы все знаете Все видите То есть фактически мы являемся тоже интеграторами И мы такими же сторонними И любой организацией И мы показываем всему рынку Что банк сможет самостоятельно Быть системным интегратором И создавать решения для любой компании Любого уровня В том числе мы это и предоставляем И другим банкам Возможности через себя подключаться Спасибо Это очень здорово Когда на рынке есть несколько участников Я думаю, что Если только на нашей панели Два участника Я думаю, что Не все еще об этом сказали О таких возможностях Которые предоставляют другим банкам Здорово Потому что здесь тоже тогда работает конкуренция И, конечно, комплексное решение Для конечного клиента Это как раз и есть те самые выгоды В том числе и с экономической точки зрения Которые дают больше возможностей Я очень рада, что у нас Есть возможность ответить На вопросы, которые поступают Спасибо большое залу Вопросы разным участникам адресованы Поэтому я, наверное, буду их Зачитывать, давать И коллеги будут комментировать Если кто-то еще хочет дополнить Естественно, помогаем друг другу Вопрос о централизованном антифроде Мне кажется, мы так более или менее подробно поговорили Это очень важный аспект Здесь важно максимальное количество участников И обеспечение безопасности на всех уровнях Потому что система архитектурно представлена Очень сложно Это не плоский такой линейный продукт К которому подключился И здесь тебе слева один сервис Справа другой Здесь действительно важно На всех уровнях обеспечивать безопасность На уровне операционного центра На уровне Банка России На уровне банков-участников Провайдеров, которые предоставляют услуги И вот именно комплексное вовлечение На всех уровнях И обеспечение безопасности Как раз и повышает Безопасность системы в целом И дает И с этой точки зрения Те самые, наверное, конкурентные преимущества Которые обеспечивают И высокий уровень доверия Пользователей к этой системе Следующий вопрос Артемам Так и написано Я так понимаю, что Артему Сычеву и Артему Гутнику Как клиент подтверждает Отклоненный НСПК Операционным центром перевод Как обеспечить исполнение перевода По реквизитам отклоненного перевода Прокомментируете Ну, смотрите Во-первых, перевод отклоняет не НСПК Отклоняет, естественно, банк отправителя Это раз Второе Мы Уведомление о Точнее, не мы А, соответственно, НСПК Уведомление в любом случае Направляет в банк отправителя И Там есть Откроете стандарт СБПшный Там есть перечень Событий Которые Доводятся до клиента Или которые доводятся до Непосредственно Банка отправителя Это раз Второе Фактически блокировок Ну, статистику я вам привел Блокировок нет Есть блокировка Телефонного номера Когда идет перебор Вот когда в явном виде Идет перебор А что такое перебор, по сути Это когда Система видит, что Запрос на инициацию Платежа есть Но он не заканчивается Самим платежом Даже не заканчивается Собственно, формированием Суммы Которые Надо Как-то Отправить Понятно, что В этом случае Там даже Платежа еще не возникает До этого не доходит Вот в этом случае Говорить Что-то подтвердить Или что-то не подтвердить Невозможно Но Хочу заметить Что Это тоже Очень хорошо проявилось Особенности Антифродов И Особенности работы Технологических платформ Разных банков Приводят к тому Что Иногда Клиенты У нас есть Обращение граждан На эту тему Как раз С Департаментом Национальной платежи Системы Это разбирали Когда Блокировка То есть Настройка Работы Банка Привела к тому Что СБП Такого Клиента Блокернуло По перебору номера Понятно, что Через некоторое время Блокировка снимается Он дальше может Все переводить Но это Как раз Кейс Который нам показал Что работать надо Технологически Не только НСПК Банк Но и с банками Непосредственно тоже А так В перечне Еще раз говорю В перечне Событий Которые Отправляются Банку Есть все Необходимые Комментарии И это содержится В стандарте СБП Спасибо По регулированию Тоже еще один вопрос По положению 382П В одном из Пунктов Положения Установлены Требования Об обязательности Лимитов Использования Даже такие сложные Как географическое Местоположение Вот просит поделиться Есть ли кто-то Кто реализовал Все вот эти требования Во-первых Формулировки Которые там есть Они следуют Из закона Закон В явном виде Говорит Что должны быть Приняты Меры По Выявлению Негативных Событий На Клиента Географическая История Это Лишь один Из факторов Который Может Свидетельствует О том Что что-то Не так С клиентом Но не более Вот В зависимости От того Какой банк Что реализует Мы можем Точно Сказать Что В самом Простом Случае Это Использование Только того Что передает Финсерд По фидам Это Вот Минимум Который Есть У Некоторых А В Самом Максимуме У Не такого Большого Количества Банков Но Это До 160 Различных Факторов Которые Влияют На Оценку Собственно Фрода Той или иной Транзакции Значит Почему Мы Говорим О Скоринге Антифродовом Скоринге Транзакционном А не О перечне Событий Именно Потому Что Антифроды Везде Разные Есть Некоторые Общие События Которые Они Обязаны Собственно Учитывать Они И так Получают А есть Особенности Работы Клиента Особенности Бизнеса Там Куча Чего Остального Переходить Мы будем Именно К Антифродовому Балу Нам Кстати Председатель Тут Ускорение На эту Тему Предала Поэтому Побежим Еще Быстрее Председатель Центрального Банка Очень Трепетно Относится К вопросам Безопасности Тем более Собственно Система Быстрых Платежей Я думаю Сервис Появится Даже Раньше Чем Мы Планировали Но Как-то Так Нет Так А что Хотели Чтобы Получить Давайте От банков Отвечу Вы Поймите Что Для Нас СБП Это Один Из Сервис Центрального Банка Это Не значит Что Мы Для СБП Пересадали Должны Что-то Сделать В Род Пониторий Включается В тот момент Когда Человек Собирается Сделать Платеж Он Зашел Систем Банков Обслуживания Фактически Очень Много Данных О нем Собирается Вплоть Для Того С Какого Устройства Он Зашел Где Он Наход Очень Много Я Не буду Рассказать Секрет Но Современные Фронт Системы Очень Хорошо Это Отслеживают Это Даже Позволило Нам Отказаться От Вторичной Авторизации Потому Что Моя Сужба Безопасности Уверена Точно И Гарантирует По Разным Методам Что Именно Этот Человек Сейчас Вошел В собственное ДБО И Это Он Находится С другой Стороны Телефона И Это Позволяет Нам Именно Первично Все Анализировать А не В тот Момент Когда Человек Начинает Совершать Какие Это Поддержит Давайте Немножко Претензии Попредъявляем Банкам Смотрите У нас Вот Эта Тема Очень Плотно Связана С Законопроектом Условно Мы Называем О сим-картах Это Законопроект О обмене Информации С телеком Операторами И Соответственно Банками Мы Уже Сейчас Скоро Второй Год Пойдет Как Ведем Жесткий Очень Диалог С телеком Операторами И Диалог Понятный Они Очень Хотят Продавать Данные За дорого Еще И Выборочно Не Всем Да Еще И Сильно Ограничить То Что Они Хотят Продавать Это Объективно На На нашей Стране К сожалению От банков Очень Мало Желающих Рассказать Что Этот Сервис Нужен То Почему То Возникает Ситуация Совершенно Обратная Все Начинают Говорить Что Это Дорого А Вы На Содержание Посмотрите Что Вы Получите В ответ Вот Как Раз Те Позиции Про Которые Только Что Было Сказано Операторы Вам Так Почему Собственно Товарищи Безопасники Не сходят К своим Джиар Не расскажут Зачем Им это Нужно Расскажут Что Нужно Джиару Сделать Прийти В Государственную Думу На слушание Которые Открыты Высказать Свою Позицию Поддержку Законопроекта Вы получите Дополнительную Информацию Для того Чтобы Нормально Оценивать Что Происходит С клиентом Давайте Объединим Усилия Банковского Сообщества Да И если Есть Потребность Такая Конечно Обращайтесь И я думаю Что к нам Можно Со своими Запросами Выходить Напрямую В Думу В рамках Слушания Потому что Это действительно Правильная Тема Год назад Хотели Даже Пилоты Сделать Мы были Готовы Провести Пилот Разговаривали ЦБ Ну как Имелин Очень активно Это продвигал Он говорит Виталий Как только Начнется Я первому Позвоню Сделаем Пилот Проверим Я все еще Жду Потому что Для меня Вообще Это очень Очевидно И если Вопрос Денег Вопрос Безопасности Очень много Рисков Может снять Этой моделью Ну вот Я надеюсь Что на вопрос Теперь С участием Банков Ответили То есть Есть банки Которые Эти требования Реализовали И вот Говорят Об их Преимуществах Потому что Это только Повышает Повышает Информацию О клиентах И позволяет Обеспечивать Эту безопасность Еще один вопрос Тоже И со стандартами Связанной И с Программами Тестирования Входят ли Тесты На Антифрод В программу ТИФСБП Коллеги Проверяется Это Как и когда Собираются Включать Если по какой-то причине Это отсутствует На сегодня Полноценно Ну да Безусловно У нас есть Выработный Релизный Цикл Там Артем Михайлович Уже говорил Там Есть DLC У нас Цикл Безопасной Разработки Там И у нас Есть Архитекторы Кибербезопасности В этом плане Мы Переди Планеты Сей Безусловно Ну и конечно У нас Есть Тестирование Функциональное Где Тестируют Все Модули Системы СБП В том числе Антифрода То есть Там Есть Четкие Понятные Критерии По которым Соответственно Эти Пусконаладка Производится Да Безусловно Есть Ну отлично Вы имеете ввиду При Понятно Сейчас Ход не скажу Но Там Основные Параметры Должны Были Быть Заложены Это Надо Просто Проверить Я Не готов Сказать Что Это Сто Процентов Так Ну Во всяком Случае Если Такой Вопрос Возник Это Значит Тема Для Того Чтобы Уточнить Возможно Сценарий И Более Внимательно Зафиксировать Внимание Участников На На Этом Моменте К Виталию Капысову Вопрос Виталик Как При C2B Переводах Оповещаете О проведенной Транзакции Конкретного Кассира СБП Это Перечисление На счет Со счета На счет У юрлица Естественно Расчет На счет Один А заправок Например Много В каждый Свой Специалист Нужно Ли Его Специалиста И как Оповестить Что Транзакция Прошла И товар Можно Отпускать Вопрос Понятен Чтобы не все Кассиры Пошли по Это означает Что клиент Вставляет В бак Пистолет Сканирует Обычным Сканером QR-код Вбивает Сумму Там Два раза Нажимает На клавишу После этого Деньги Из процессинга Нашего Идет уведомление В процессинг Интегратора В процессинг Интегратора Включает Колонку Колонка Пошла Чек И уведомление Электронный чек Приходит Прямо К клиенту На телефон По его номеру Телефона Так он платит С этого номера Телефона То есть Это Ответственность Интегратора Который Сейчас интегрирует 4000 заправочных станций По всей стране И Мы Вактически Вступаем Здесь Платежным сервисом Для него Но мы За него Не интегрируемся С Колонкой Это сделал он сам Вадим Вот да Может быть Вы еще Тоже дополните Да Я отвечу На этот же вопрос Дополню Как мы решаем Эту задачу Известная Проблематика По Структуре Идентификатор Регистрации Торговых точек В СБП Она Базируется На и ныне Номеросчеты И так далее А торговых точек У одного предприятия С одним счетом Может быть много Кассиров Много Для этого Мы используем Нашу внутреннюю систему Иерархии Идентификаторов И Учет Собственно Раздельный По каждой точке По каждому кассиру Там По какому угодно Разрезе Это там Отстройка Которую Мы обеспечиваем Как технологический Партнер И В итоге Для организации Как у них сейчас Работает с картами Например Появление СБП Ничего не меняется Также выходит Чеки Слипы Уведомления И так далее При этом Отчетность Ведется в разрезе В том Котором Клиенту Нужен Это Надстройка Над системой У нас То же самое Дело в банке У них есть личная страничка У каждого руководителя Он видит все свои точки По каким точкам Прошедки операции Сколько денег Там аккумулировалось Это тоже не меняет ситуацию Платит ли он карта Или СБП Но это в принципе Единая точка Ну то есть Есть решения И возможно Различные Варианты Реализации Которые Обеспечивают Тот уровень сервиса И тот уровень детализации Который Собственно Клиенту и требуется Еще один вопрос Написан Представителю НСПК Но я думаю Что на самом деле Не только НСПК Но и Артем Михайлович В том числе Да и мне Сейчас тогда Будем отвечать Может ли банкомат Быть интерфейсом Взаимодействия Между отправителем Перевода Физическим лицом И системой Быстрых платежей Ну по аналогии Как Система ДБО Ну кто Кто ответит Это вопрос Вот точно Точно Наверное Не к нам Это вопрос Все-таки К банкам И больше Наверное К ДНПС Мы Насколько помню Таких ограничений Что это невозможно Не ставили Ограничений нет Но Да вот именно С точки зрения Наверное Самой логики Системы Конечно Это перевод Имеется ввиду По номеру телефона И через устройство Доступности Да у клиентов Но если вот Да дальше Развивать эту мысль Точно таких ограничений Нет Но наверное Самое популярное Устройство Это мобильный телефон Что собственно Всегда С клиентом И всегда Дает ему Возможность Через Мобильное приложение Которое банки Предоставляют Своим клиентам Обеспечить доступ К этим операциям Можно это делать Да точно так же Через планшет Через Там да На компьютере Через Веб сервисы Ну вот опять же Да как банки Реализовывают Есть ли такая Потребность У клиентов Чтобы еще И на Вот Айтиэмах Было Да такое окно Такая функция Наверное Давайте тоже У банков Я попрошу Прокомментировать Но с точки зрения Технологической Поддержки Возможно Технически Это реализуемо Конечно А так давайте Подумаем Это вообще Удобно будет Или нет Вот Ну то есть Ну просто Подумайте Вам нужно Десять цифр Набить На клавиатуре Вместо того Чтобы в приложении Выбрать Одну Запись Из справочника А Да Да точно Двадцать Ну все Уже как бы По-моему Провальная история То есть Ну и потом Опять же Юай не пройдет С точки зрения Доступности Вроде как Телефон Мы полагаем Да Что всегда При нас Или дома У нас есть устройство А до банкомата Надо дойти Ну наверное Да В таких крупных Городах Как там Москва Питер Уфа Екатеринбург Это не проблема Но если мы говорим О той задаче Которую мы в том числе Решаем С запуском Этой системы Это удаленность То конечно Да В сельской местности Или да В каких-то Вот удаленных Ехать Или там Идти до банкомата Вопрос Есть ли такая Потребность У клиентов Мы тоже На это смотрели И отказались Не только В банкоматах Но и в офисах Это делать Что считаем И имеем статистику Что клиенты Начинают пользоваться ДБО активно И мы даже увидели Когда появилось СБП Количество активных Клиентов Которые стали Пользоваться ДБО Стало расти Геометической прогрессии Потому что К сожалению В цифровом мире К счастью Банкомат Это все-таки Для нас Это средство Получения наличных денег С помощью Положения наличных денег И мы хотели бы Оставить его На том же уровне Где он был Делать из него Мини офис Можно Но это другой банкомат Это банкомат С другой функциональностью Должен быть Где мы Не только СБП Может предоставляем Но и вклады Он делает человек И договор Печатать Как-то в Германии Там почте сделано Но это другая история Просто Согласна Можно только добавить В том что Банкомат С историей С QR-кодами Можно посмотреть В другом контексте Как уход от Пластиковых карт То есть С помощью QR-кодов На банкомате Можно реализовать Сценарий Определения Человека У этого устройства То есть Если нам нужно Точно понять Кто он И он имеет Возможность Сейчас это делается С банковской картой И пил-кодом То это можно сделать С помощью Памокрабильного приложения И QR-кода То есть Этот сценарий Реализуем Кому нужно Обращайтесь Я понял Ошибку Программного комитета Только что Нам надо было Совмещать Сессию Которая Сейчас в параллельном Зале идет По ЕБС И с банкоматами Тогда все было бы Хорошо Тогда бы вопрос В этой дискуссии Шире Распространился бы Несколько вопросов Не буду их все повторять Но все они об одном О комиссии В системе Вопрос Наверное Ко мне Как к департаменту Национальной платежной системы К оператору системы Действительно Низкая стоимость Переводов Один из самых Значимых плюсов Этой системы Действительно Вопросы Его очень часто Задают нам Как к регулятору Весь прошлый год Оператор системы Банк России Не взимал Никакую комиссию С банков С 1 января Ранее объявленная Комиссия От 5 копеек До 3 рублей С банков Оператором Начала взиматься Но мы слышим И понимаем Запрос Пользователей На То Чтобы вообще Посмотреть еще раз На эту тему С комиссиями Мы Смотрим сейчас На реакцию Рынка Смотрим Как Банки Устанавливают Комиссию Для клиентов Когда мы Не взимали Как оператор С кредитных Организаций Комиссию Большинство Банков Конечно Тоже Для своих клиентов Комиссию Не устанавливало С 1 января Ситуация Я не могу сказать Что прям Кардинально Изменилась Порядка 50 процентов А если говорить Более точно 48 процентов От подключившихся Также продолжали Не взимать Комиссию Или не планировали Ее По информации Которую Они предоставляли Нам Некоторые Банки Взимали Небольшую Комиссию В районе 30-50 Рублей За операцию Или меньше Если Суммы Были Незначительные Несколько Банков Установили Ее На том же Уровне Что И Карточный Эквайринг 1%, 1,2%, 1,5% Один банк Установил Даже 3% От суммы Перевода Конечно Не очень Нам нравятся Тарифов Полтора Три Тем более Процента Говорили Вот мы На встрече В Бару На прошлой Неделе Мы Готовы Ввести Еще один Бескомиссионный Так называемый Грейс Период Мы сейчас Готовим Такое Решение Я думаю Что в самое Ближайшее Время На совете Директоров Будет Принято Продление Беспроцентной Работы Оператора Для своих Банков Поэтому Мы Естественно Так как И положено За месяц Кредитной Организации Об этом Оповестим Смотрите Пожалуйста За информацией На нашем Сайте Да Мы готовы Продлить Еще на Два Года Этот Грейс Период И надеемся Что кредитные Организации Свою Тарифную Политику По отношению К клиентам Будут Выстраивать С учетом С учетом Тех Комиссий Которые На которых Мы Работаем Как регулятор Со своими Клиентами Спасибо Большое Всем Спасибо